доброе утро ну что здесь кардиганчик мой высох да высох надо доводить его до ума и показать вам манекен сейчас у меня поставлен на размер дочери поэтому кажется такой кардиган такой огромный вот а я иду на балкон посмотреть что там капает что-то там похоже идет дождь или снег что-то идет пол штативной вот сейчас посмотрим да идет дождь вот вам и погода ну на улице тепло плюсовая температура вот так вот а я жду этого кто там придет ко мне по поводу заключения договора и сижу и жух утром проснулась привела себя порядок и села вязать да да вот так вот теперь вот это сейчас пройдет дождь потом все опять замерзнет будет гололед вот такая у нас погода люди сибири пишут мне что у них еще даже снег не покрыл землю а у нас вот видите вот такая погодка троллейбус там поехал я вот так часто в течение дня несколько раз выхожу на балкон и смотрю что там погода творит у нас так ладно пошла и дальше вязать доброе утро сегодня у нас уже по моему двадцать седьмое что-то я в них запуталась вчера вечером прошел немножко снег подтаяла и вот такая у нас мыгла туман не видно низги называется да это вообще буквально еще полчаса назад я вроде бы как смотрел за окно было видно поликлинику а сейчас вот это вот такая пелена не собираюсь сегодня сходить магазин я наш в этот радишь я как приехала один раз сходила уже соль закончилась и сахар закончился в общем нужно пойти по мелочам кое-что прикупить вот думаю выглянуло окошко сейчас время восьмой час ну я пойду часов десять не раньше думаю гляну на погоду она тут вот такая туман не проходит здесь все растаяло гулечка сразу стоит только слово сказать они все сюда слетается вот я вышла пойду сейчас магазин так хорошо так тихо на улице вот туман если был ветер наверное его бы не было так как и тихо вот он и сидит здесь около ресторана почищена потому что видимо дворники здесь работает а тут везде все как был снег чуть-чуть там загреблись дорожек и все ну с другой стороны хоть дорожка есть это хорошо вот людей много люди все гуляют кто там с детками кто идет по своим делам в общем я тоже иду по своим делам не знаю что там магазине увижу называется сходила за солью и сахаром ну что сказать все в магазине подорожало порядка на 3 рубля на 5 рублей а к новому году еще она все подорожает в общем сходила за солью на 2000 но зато я теперь знаю что у меня есть самое необходимое и можно теперь долго не ходить прежде всего хочу показать вот купила я ковш который хотела да про который я говорила что тут в мои влоги смотрит кто-то видел вот такая посуда фирма ну если верить надписям то это германская где-то я видела что написано германия не знаю где видела но где-то вот видите внутри я посмотрела в интернете в интернете гораздо дороже все ну не знаю может это хорошая подделка может на самом деле хорошая посуда в общем я давно хотела такой ковш у меня есть один хороший все ну там уже внутри внутри потёрлась все равно это же напыление как аккуратно не не стараешься все равно где-то что-то царапнешь вот ну не знаю насколько хватит 700 700 с копейками стоит этот ковш у меня в кошельке осталось потому что чек он идет как гарантии чуть-чуть тяжеловатый такой не 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 скажем что он легкий я купила варить кашки в нем что-то такое что маленькое разогреть например вот мне нравится такие кошечки будет возможность надо будет дочери купить у нас 23 числа была зарплата вот я себя зарплаты порадовала спасибо вам большое купила вот такие мира торговские котлеты по-киевски с сыром и грибами легко и просто готовить я вчера приготовила вермишель вечером дело просто вермишель и запивала чаем и у меня вермишель осталось я сейчас две котлетки пожарен себе на обед две котлетки положу в холодильник до лучших времен но когда мне захочется вот какие-то новые у нас такие деликатесы первый раз увидела собственная рецептура не знаю как что это филе свина копченого вареная свинина копченого вареная ну вот захотелось попробовать здесь 110 грамм стоит 129 рублей конечно дорого но нарезки всегда дорогие это вот наши огурчики 109 рублей стоит это у нас фирма ботаника такая зимнее время более-менее у них овощи лучше чем импортные это то же самое и то же самое 109 рублей стоит здесь по моему 600 грамм здесь не килограмм написано сколько неважно срок хранения 15 суток сколько здесь упаковки но неважно вот дальше купила муку кукурузную моя подруга когда готовит котлетки окунать кукурузную муку и получается очень вкусный вкус у котлет я никогда не пробовала решила попробовать я когда была у нее гостях она нас угощала котлетками вкусными рубленными и вот как бы вот эта кукурузная мука такой приятный вкус придавала что я спросила у нее говорю а что это такое ну что такое нам не объяснила что она окунает в муку кукурузную это хурма 69 рублей килограмм стоит вот не знаю сколько здесь купила где-то здесь у меня есть ценник так где тут у меня форма форма 69 99 стоит на 71 рубль я купила чуть больше килограммов так дальше дальше купила вот такие голени с кожей не было ценника хоть здесь сейчас глянуть они как раз раскладывали и ценника не было так так голень стоит 124 99 750 грамм но я купила мне не захотелось идти еще по такой погоде наши 33 курицы там конечно домашнее можно купить и наверное подешевле можно купить эти голени ну туда не пошла только раскладывались свежайшие привезли так курицу еще купила курица у нас не подорожала 129 рублей как было так и осталось я слава богу тоже только раскладывали эти эти курицы у меня курица вытянула на 234 рубля 129 99 130 рублей так это купила себе крем нежная пенка нескафе был по акции 84 99 поэтому я купил я купила так-то она стоит стоит 160 по моему чуть ли не два раза дороже сметанка тоже была по акции 40 щипта 42 рубля по моему стоила так сметана фасоль я купила уже положила по акции тоже было 84 99 она до этого 74 стоила не знаю что за акции там была значит соль купила соль тоже подорожала до этого она была 13 стала 14 99 а сметана 70 я не знаю написали что по акции но здесь написано что у нас 70 ну ладно бусни лимончик купила 80 с копейками стоит килограмм я купила вот один дальше купила еще свеклы вареной не не хочу возиться варить потом пахнет она вареная свекла да и вообще сейчас что-то у меня такое настроение ничего не хочется готовить такого особо вот дальше томаты розовые 139 рублей вот такие я купила вот они значит обманула 100 сливовидные этот сколько здесь 600 грамм 89 99 так и зубатку зубатку я уже тоже положила не знаю как ее готовить значит килограмм 209 рублей на 210 рублей у меня вытянуло то что я купила так что еще еще купила вот такой фланг называется фланг фланг персиковый вот он кондитерское какое-то изделие вытянуло у меня на 199 рублей решила себя побаловать потому что уже давным-давно такого ничего не покупала ну зелень зелень дорогая зеленый горошек значит стоит 40 рублей 39 99 так и а зелень лук и укроп укроп стоит 1799 20599 25 dancer 4 5 1 2 3 4 5 6 6 стебелечка стоит 30 рублей сейчас уже такая пора еще я чай их мог купила который уже открыла пришла Уже покушала хлеб И покушала Хлеб намазала чесноком Запивала чаем Я так люблю горячий хлеб Либо с молоком запивать Либо чаем Вот такие мои покупки Вроде бы особо много ничего не принесла Но две тысячи Я просто в шоке Ладно дорогие друзья Пошла я дальше заниматься делами Сейчас время Четыре часа Что тут у нас на улице Туман ушел И Еще больше подтаяло Бедненькая акация Даже до конца не скинула листочки То же самое тополь В общем понятно Морозно Минус два градуса Сейчас показывает А в квартире у меня Тепло И я Хочу вам сейчас показать Что я делаю У меня сегодня постель даже не заправленная Потому что я С утра встала И пошла сразу В магазин Пришла Никакая Хочу показать Хочу показать Что у меня тут Из вязания находится Рассказать вам Что я вязала эти два дня Да Вот Так вот Я начала говорить Что постель не убрана По той причине Что я Ушла Как я уже сказала Я знала Что буду себя После похода Ну не совсем хорошо Скажем так Чувствовать Вот Я пришла Попила чай Сняла То Ну что я Купила Да И Прилегла И начала смотреть Фильм Сериал Ход королевы По-моему Называется Да Ход королевы Очень интересный фильм Он меня прям затянул Вообще Я посмотрела Сразу Уже три серии Вот Ну конечно Я не все время лежала Встала Потом начала вязать И В общем Думаю Сколько же там время А время уже почти Четыре часа было Вот Я пошла Поставила чайник И решила Думаю Что я сейчас вам расскажу Что у меня Находится в вязании И надо же Уже выгружать Еще я хочу Ответить На один вопрос Даже не на один А на два Ирочка Видишь А твой блокнотик У меня в работе В работе Так Манишка Шарф Шарф связала Просто записала Что шарф Чтобы не забыть Что я вязала Пинетки Вот связала Тоже не записала Вот такая я Видите Как я веду Свои работы Половина того Что вяжу Я Не записываю Получается Здесь у меня Еще Пинетки Да Потом Тапочки Носочки Три пары Четвертая Начта Вот Сколько Я Не Пишу Так Мой голубчик Видите Про голубчик У меня Сколько всего Лишь здесь Так Я закончила Его Двадцать Пятого Одиннадцатого Два месяца Вязала Почти Даже больше Ну потому что Месяц Я вообще Отсутствовала Перевязывала Его Поэтому Так Это Еще у меня Так Есения Тоже Расчеты Сделала Все Начала Вязать Так Солнечное Вот видите Десятого Начала Ноль девятого Когда закончила Не написала Закончила Давным Давно Так Где-то У меня Еще Крем Кремовая Кремовая Тоже Вот Не знаю Когда Начало Так Окончание Окончание Напишу 15 Ноября Двадцатого Года Вот Ну Вот Так Вот Я Веду Свою Тетрадь Сейчас Вот Мою Красоту Надо Тоже Написать Это Ж Как Бы Вторая Жизнь Так Моя Красота Второй Вариант Так А здесь У меня Так Как Называется Капор Капор Номер Один Начала Я его Вчера Получается Вчера У нас Было Двадцать Пятая Двадцать Пятая Одиннадцатая А капор Номер Два Я начала Сегодня У нас Двадцать Шестое Одиннадцатая Вот Так Еще Я потом Напишу Из Какой Пряжи Я Вяжу Ну И Давайте По Порядку Значит Моя Красота Движется Но Движется По Тем Помаленьку Она Так И Будет Двигаться Потому Что Ну Спицы Два Вы Сами Понимаете Да Поэтому Вяжу Не так Чтобы Прямо Безотрывно Я его Вяжу С перерывами И Когда Нахожусь Здесь Сегодня Так как Полдня Я уже Проходила То там Лежала То повязала Я конечно Его пока Еще Мало Вот Что Загинается Из-за того Что Набор Такой Вот Вот Как раз Попутно Отвечу На Вопрос Девушка У меня Спросила В комментарии Девушка Женщина Говорит Я что-то Пропустила Почему Вы Что По новой Начали Вязать Мою Красоту И Почему Там У вас Снизу Тут Сверху В общем Конечно Вы Пропустили Я не знаю Может быть И этот Ответ Мой Пропустите Значит Еще раз Для тех Кто Не видел Мои Предыдущие Видео И не Может Понять Почему Я Не продолжаю Вязать Тот Кардиган Свой Или ту Часть Кардигана И распустила Его Значит Объясняю У меня По обхвату Груди 125 Сантиметров По обхвату Бедер 145 Кардиган Довольно Таки Широкий Я По 10 Сантиметров С обеих Боков Добавляла На прибавку Ну Не важно То есть Получается 165 Сантиметров В обхвате По низу Ну И я же Шла Вязала Снизу Доверху И упустила То что мне Нужно делать Убавки Потому что Мне же Нужно выйти Даже если Я 20 Сантиметров Добавлю Ну там Навряд ли Я обычно Только на бока То есть По бедрам Даю по 10 Сантиметров А На груди Примерно По 5 Сантиметров Я даю Прибавки То есть Мне нужно Выйти на 135 И получается Что 10 Сантиметров А это Почти Там 40 петель Нет 20 петель По моему 2.4 У меня Или 2.8 У меня 2.8 По моему В одном Сантиметре У меня Где-то записано Значит 2.8 В одном Сантиметре И вот Получается 28 петель Мне Нужно Было Убавить Для того Чтобы Прийти На Ту Ширину Которую Я хотела Но Я этого Не сделала И у меня Получилось Непонятно Что Вверху Конечно В общем Мешок Получился Когда я Примерку Сделала И Долгое Время Лежал Он У меня Я Обдумывала Как Что Сделать Мне И Как бы Совсем Недавно Меня осенило Почему Я не могу Начать Допустим Вязать Сверху И Прийти Сделать Эти Убавки Наоборот Здесь Я буду Делать Прибавки Сделаю На то Количество Петель Когда Я Выйду Вот Что У меня Сейчас На сегодня Момент Есть После Распуска Да И Я Потом Просто Тамбурным Швом Сошью И Все У меня Как бы Посещали Несколько Вариантов Как Сшивать Но Я Еще Пока Не Определилась У меня Может Быть Пока Я Это Все Свяжу Еще Десять Раз Варианты Поменяются Так Что Я Думаю Что Я Ответила На Ваш Вопрос Потому Что Какая Разница Можно Вязать И Снизу И Потом Соединить Все Детали Да Ну Видите Счастливая Мысля Приходит Опасля Так И В моем Случа Или Хорошая Мысля Вот Еще Меня Спрашивали Через Ну Я Делаю Прибавки Через Какое Количество Рядов В общем Я Примерно Посчитала Но Это Примерно Я Сейчас Делаю Через Три Ряда Прибавки Но Когда Чуть Чуть Больше Я Провяжу Примерно Сантиметров Двадцать Реглана Я Посчитаю Все Петли И Как бы Ну Посмотрю Сколько Мне делать Через Какое Количество Делать Эти Прибавки Потому Что Не Хочется Слишком Чтобы Было Открыто Не Хочется Чтобы И Сильно Было Закрыто В общем Через Три Ряда Я Делаю Сейчас Так Это То Что Касательно По Моей Красоте Значит Начала Вязать Я Два Капора Я хотела Такой Толстенький Капор У меня Есть Такая Пряжа Я покупала Для Максимки Для Своего Я уже Даже Не Помню А Нет Я Для Максимки Покупала Но Она Для Максимки Не Подошла И Я Из Этой Пряжи Вязала Шапку Мастер Класс По ней Есть Это Ализела На Гол Плюс Здесь У нас Получается 40% Шерсть И 60% Акрил Или 49% Шерсть Не Отсвечивает Так что Я думаю Вам Видно Так Здесь У нас Тоже Спицы Смотрите Сами Потому что Мне Очень Сильно Отсвечивает Прям Вообще Не Вижу Вижу Семерка Там Наверное Пятерка Да Так И У нас Получается Здесь 100 грамм 140 метров Вот Вижу Я На спицах Номер 5 По Мастер Классу Не Скажу Кого То есть Не запомнила Я Название Канала Увидела У нее там Несколько Капоров И Я Вот Вижу По ее Мастер Классу Будет На пуговицах Да Но Вроде бы Как я Вязала Образец Вроде Как и Посчитала Да Но Почему-то Я Мне кажется Что Он Мне Будет Маловат Ну Не знаю Вроде Как и Растягивается Хорошо Но Мне Кажется Что Шея Уж Слишком Будет Придавлена В общем Что я Решила Я буду Его Тоже Продолжать Вязать У меня Есть Ковму Подарить Его Вот И Посмотрю Если Меня Будет Устраивать Этот С Этой Толщиной Капор Значит Я Буду И Его Носить И Другой Буду Носить Вот Так Что Вот Этот Я Вчера Начала Да Уже Ну Как бы Убавки Сделала Для Лица Вот Сейчас У меня Уже На Расширение Капюшона Пойдет Вязание Как я Сказала Я не Захотела Заморачиваться Решила Буду Вязать По Мастер Классу Тем Более Что У нее Очень Все Доступно Понятно Я Единственная Что Там Посмотрела Сколько Она Петель Набирала Что У нее За рисунок Принцип Поняла И все И больше Не заглядывала Честно Не скажу Название Канала Я могу Только Зайти В Историю И Посмотреть Если Кому То Надо Но Опять же Можно Вбить Как я Вбила Поисковик Вяжем Капор Там Столько Выйдет И Вы Выберите Тот Капор Который Вам Нравится Значит Так Как Я Подумала Что Этот Капор Будет На Меня Маловат Ой Простите Куда Решила Начать Еще Один Капор Уже Немножко Побольше Набрала Петель Из Другой Пряжи Здесь Прям Вот Свободненько Видите Как Хорошо Прям Я думаю Что Вот Это Как раз Мой Вариант Узор Вот Такой У меня Я Уже Этим Узором Вязала Свою Курточку Очень Мне Нравится Этот Узор Вот Я Как Здесь Применяю Его Он Как Утолщает Да И Кажется Что Он Объем Придаёт Этот Узор Здесь Тоже Уже Две Пуговицы Я Две Дырочки Сделала Для Пуговиц Вот Ну Пока Вот На Таком Этапе Значит Эту Этот Капор Я Вяжу Из Пряжи Вот Ализе Ангора Голд В Три Нити Для Тех Кто Не Знает Что Это За Пряжа 100 Граммах 550 Метров Цвет У Нас Здесь Получается 55 Здесь Тоже Наверное 55 Да Потому Потому Что У Линейки Ализе Белый Цвет 55 И Здесь 80 Процентов Акрил И 20 Процентов Шерсть Вот Ну Я думаю Что Многие Знают Эту Пряжу Вяжу На спицах 4 Не Спеша Тоже Вяжу Чуть Чуть Повязала Пошла Своими Делами Занялась Мне Как бы Не к Спеху И Когда Я Его Свяжу Не Знаю Я Конечно У Меня Уже Задумки Немного По своему Там Связать Сразу Я Когда Смотрю Я Беру Основу А Остальное Делаю Так Как Мне Хочется Чтоб Было Ну Как Бы Такое Скажем Приятное Вязание Доставляет Мне Удовольствие Такое Будет Плотненький Я Такое Хотела Потому Что У меня Проблема Я Даже В шапке Когда Иду Одеваю Капюшон Еще Сверху Мне Почему-то Постоянно Продает Голову Несмотря На То Какая Теплая Шапка Не Была Хотя Я Раньше Ходила Вообще С Открытой Головой То есть Шапки Вообще Не Носила И Даже Мне Теплее В капюшоне Ити от куртки Чем Допустим Просто В шапке Так что Это То Что Я Сейчас Вяжу И Что Я Еще Запланировала Делать В ближайшее Время Скорее Всего Что Я Сегодня Хотела Но Уже Не буду Это Сто Процентов Не Фурдулы У меня Со Здоровьем Ну Ничего Я Достала Пряжу Лежит У меня Такая Замечательная Пряжа Я ее Уже Не раз Показывала Да И когда Получала Это Из Перми Я Выписывала Значит Я Не могу Даже Сказать Очки Не взяла В общем Смотрите Сами Что Там Написано Мне Говорили Что Эта Пряжа Очень Там Старая И все Остальное Но Товарищи Ничего Страшного Я думаю Что с ней Станется Я же думаю Что она Нормально Хранилась Здесь Насколько Я поняла 70% Ангора И 30% Шелк У меня Вот такая Знаете В реале Она совершенно Другого цвета У нее Цвет Такой Брусничный Что-то Чуть Чуть Сиреневатого И Чуть Чуть Там Синеватого В общем А здесь Какой-то Синий Да Передает А она Больше Уходит Ну Прям Вообще Вот Как Чернильный Цвет Там Чуть Чуть Может Переливает Где-то Очень Красивый Цвет А Это Вот У меня Это 100% Кашенир И Почему Я Их Вытянула Это Вот Здесь 100% Кашенир Такая Мягкость Мягкая Нитки Конечно Очень Тонкие Хочу Перемотать Бобинки Пока Что Еще Перемотать Бобинки И Связать Образец Меня Тамарочка Галинская Как бы Вдохновила Или Как сказать Дала на путь Я сказала Ирина Нечего бояться Надо Начинать Вязать И все Остальное У меня Уже Давно Есть В голове Одно Изделие Которое Я конечно Обязательном Порядке Начну После того Как свяжу Мою красоту Ну я не знаю Может еще 10 раз Все поменяться Но По крайней мере Такие вот У меня планы Потому что Я хочу Видать Один недовяз И одно Что-то Новенькое Да Вот так Вот я хочу Но не знаю Планы у меня Всегда меняются Поэтому Сегодня так А завтра Может быть Совсем по-другому Еще Знаете Очень многое Зависит От Физического Состояния Потому что Вот Позавчера У меня Было Такое Состояние Что Я вообще Практически Не вязала Ничего Мне не Хотелось Вот Так что Не знаю Насколько Меня Хватит Я уже Для себя Решила Ну вот Хочется Мне сегодня Вот это Вязать Я буду Это Вязать Хочется То Буду Это Вязать В общем Не буду Никого Слушать Буду Слушать Только Себя Ну Хотя Это Конечно На грани Фантастики Потому что Я из категории Тех людей Которые Конечно Прислушаются К чужому Мнению Но Выводы Делаю Я Свои В обязательном Порядке Ну и В заключении Я хочу Ответить На Один Вопрос Который Мне-то Задали В комментариях Да На сегодня Видите Такая Все домашние Вот И Сейчас Я вам Его зачту Так Ну-ка Давай Дорогая моя Так Здравствуйте Правильно Здоровье Это Главное Эмоциональное Тоже Меня Заинтересовало Ваше мнение По поводу Одежды На Нестандартную Стандартную Фигуру Ведь Прямоугольники Тоже Можно Вязать Разной Формы Разного Размера И Где-то Делать Резинку Неужели Простые Модели Действительно Подходят Только для Стандартных Фигур Знаете Что Фигура Фигуре Рознь Я Уже Об этом Говорила Вы Наверное Не Смотрели Мой Прямой Эфир Я Не Помню То ли Я В Эм Эфире То ли В Том Но Я Помню Что Я Сто Процентов Озвучивала Что Значит Есть Дамы Курпулентные Но У них Разница Между Ведрами И Грудью Незначительная Да В В Случай Можно Вязать Прямоугольники Какие Хотите Хотите Значит Любой Длины Любой Ширины Я Если У меня Была Такая Фигура Я Бо Себе Навязала Каких Нибудь Наволочек Вот Как Сейчас Модные Эти Наволочки Вязаные Это Полу Веры Так Называют Короче Вязаные Изделия Называют Наволочкой Да Я Нависала Каких Нибудь Оверсайз Очень Много Связала Чего Вот Я Люблю Вот Эти Объемные Варианты Всякие Разные Если Фигура Яблока Вот Мне говорят Это Широкие Плечи Узкие Бедра Я Например Не знала Что это Фигура Яблока Если честно Я Как-то Никогда Не Задумывалась Там Если Фигура Груша Лампочка Какая-то Это Надо Вбить В поисковик В интернет И действительно Посмотреть На Такие Фигуры Но Мне Кажется Вот Если Б у Меня Была Такая Фигура Я Могу Только Своё Мнение Высказывать Я Я бы Конечно Не делала Так Вот Чтобы Было Вот Так И Вот Так Треугольников Типа Да Я бы Делала Тоже По Прямой Потому Что Я Вот Смотрю Многие Девушки Вяжут Ну Лично В моём Понимании Это Некрасиво Но Каждому Своё Я здесь Не могу Навязывать Своё Мнение Они Тоже Себя На себя Смотрят Смотрят В зеркало Кто-то Тоже Со стороны Смотрят И им Советуют Что Вот Так Вот В общем То Я не знаю Вот Моё мнение Такое Что Чем Обтягивать Себя Как Гусеничку Да Когда Вот Так Вот Всё Видно Складки Эти Всё Лучше Вы Прибавку Ещё Дали Там Ну 5 Сантиметров Чтобы Этого В нашем Возрасте Это Не Показывалось Вот Но Опять же Я ещё раз Повторю Каждый Себя В зеркале Видит И мне Допустим Тоже Многие Говорят Что Под Там Какое-то Нужно Нужно Классические Брюки И так Далее Многие Люди Не знают Мои Проблемы Заходят На Мой Канал И Думают Что У меня Так Стандартная Фигура У меня Никаких Проблем Нет И Я Просто Так Хожу В этом Стиле Боха Вот А вот В моём Случае Прямоугольник Он Вообще Никак Даже Если Резинка Какая Резинка Если У меня Вверху Узко А Внизу Широко У меня Только А-образная Фигура И так И вязать Что Вверху Узко А Внизу Широко У меня Получается Вверху Шестидесятый Размер А Внизу Шестьдесят Восьмой Восемь Размеров Разница Вот Вы же Понимаете Ну пусть Там Шестьдесят Второй Размер Скажем Так У меня А Внизу Шестьдесят Восьмой Только Только Я вот Не знаю Тоже Как Как Эти Размеры Потому Что Говорят Что Нужно Делить На Два Это Получается У меня Даже Семьдесят Второй Ну Мне Даже Семидесятый Большой Ну А В Обхвате У меня Сто Сорок Пять Я По Всякому Мерила По Бедрам У меня Сто Сорок Пять Вот Так Что Конечно Можно Придумывать Там Всякие Резинки И все Остальное Опять же Вот У меня За годы Сидения Выросла Вот Эта Холка Ее Даже Сейчас Видно Да Ее Может Можно Там Разбить Как-то Или еще Что-то Отложение Солей Ну Это У большинства Тех Кто Много Сидит Такое Бывает Вот И это Как бы Скажем Погрешности Фигуры И тут Тоже Нужно Учитывать Это При вязании Я Конечно Каждый Раз Учитываю У меня Например Росток От 11 Даже От 7 Сантиметров До 11 Сантиметров У меня Росток Чтобы Вот Это Все Скрыть Вот Много Тонкостей Всяких Здесь Можно Это К этому Я не Сразу Пришла Вы Знаете Сколько Я Шишек Набыла Прежде Чем Я Действительно Посадила Вещи На Себя Именно На Себя И Очень Много И Сейчас Ошибок Делаю Потому Что Знать Все Невозможно Вот Просто Невозможно Столько Нового Всего Появляется И Столько Нового Узнаешь Вот Каждый День Что-то Новенькое 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 И Кто-то Что-то Вводит Может Быть Это Было Просто Об этом Раньше Не знали И Не Говорили Я Знаю Что Когда Я Открывала Канал Еще Не Все Знали Даже Что Такое Росток А Вот Сейчас У нас Даже Молодежь Которая Вот Только Научилась Вязать Она Настолько Грамотная Я Всегда Вот Смотрю Их С Большим Уважением Вот Сейчас Канал Этот Молодой Человек Открыл Миша Вяжет Да Посмотрите Как он Залетел Потому Что Я Уже Говорила У него Правильная Речь Его Приятно Слушать Он Правильно Ну Как Скажем Эрудированный Только Начал Вязать Уже Столько Термина Знает Наших Вязальных Да Но Это Не Может Не Подкупать Конечно Его Смотрят И Тем более Новое Лицо Появилось А Мы Уже Старенькие Все Примелькались И Еще Хочу Сказать Такое Напутствие Если кто-то смотрит Из девочек Блогеров Девчонки Дорогие Мои Я знаю Что у многих Сейчас Опускаются Руки В связи с тем Что вот Эта пандемия Она влияет Абсолютно На все Многие Перестраиваются В том числе И Ютуб Перестраивается Где-то Кто-то Не платит Где-то Что-то Урезают Допустим На Ютубе С рекламой Там Проблема Сейчас Опять Новое Новшество Что Там И на каналы На которые Даже не подключена Монетизация Они все равно Будут ставить Монетизацию И У нас У тех Кто уже Давно Получает Ее В творческой Студии Нужно От 20 минут До часа Ждать Когда Пройдет проверка На монетизацию Подходим мы Или нет У меня У меня Была Трансляция Которая Первая Она 4 дня Не подключена Была К монетизации У меня Не подходит Никому Из рекламодателей То есть 4 тысячи человек Ее посмотрели Пустую Монетизация Не была Подключена То есть У меня Трансляция Прошла Опять же Бесплатно Ну Я Знаете Вот такие Вот Скажем так Трансляция Она Может быть Да В некоторых Случаях Хорошо И оплачивается Но Я ее Провожу Не для того Чтобы Там Что-то Заработать Для того Что Получается Я вас Приглашаю К себе В гости Да Когда Человек Приходит В гости Он же Не обязан Что-то Там Такое Делать Конечно Если Там Вы пришли С подарком Для меня Да Посмотрели Монетизацию Это для меня Большое Счастье Будет Да Но Если Нет Ну Что ж Теперь Сделаешь Большинство Даже Не знает Что Ну Как бы Блогеры Получают Деньги Те Кто ведут Да И деньги Получают За просмотр Не того Видео Которое Снимается А именно За рекламу Буквально Только Недавно Мне Девушка Одна Написала Опять же Девушка Женщина Одноклассника Ира А что Вам За Просмотр Рекламы Платит Зарплату Какую-то Я говорю Да Она Ой Я все Время Закрываю Там Ой Теперь Буду Смотреть Ну Это Просто Знаете Каждый День Люди Новые Приходят Многого Не знают И Как бы Хорошо Что Они Учатся Что Входит В положение Понимают Я всегда В таких случаях Говорила Я говорю Спасибо Вам Большое Огромнейшее Преогромнейшее Я всегда Была Буду Благодарна За то Что Вы Заходите На мой Канал Не важно Смотрите Вы рекламу Или нет Посмотрели Низкий Поклон Вам Не посмотрели Но это Ваше Право Поставили Пальчик Вверх Спасибо Огромное Вам Поставили Пальчик Вниз Но Опять же Вы Там Получили Удовольствие От того Что Пальчик Поставили Вниз Ну Слава Богу Пусть Будет Вам На Здоровье Я Сейчас Отношусь Так Вы Знаете Все Таки Приходит Переосмысление Вот Смотришь Сколько Людей Сейчас Болеет Да Сколько Умирает Идет Так Сказать Не Естественный Отбор А Нам Сделали Его Этот Отбор Да И Каждый День Неизвестно Что Я Вчера Буквально Опять же Переписывалась В Одноклассниках С одной Моей Давней Подписчицы Она Она Говорит Что Она Живет На Коммунарке В Москве Недалеко Вот Этот Коронавирусный Центр И Говорит Все Пристраивает Пристраивает И Пристраивает Там То есть Я так Понимаю Что Это Будет Надолго И Неизвестно Что У нас С нами Будет Завтра Да Все Мы Ходим Под Богом Под Богом И поэтому Надо ценить Каждую минуту Нашей жизни Надо ее Использовать Конечно Каждый считает Ну Как считает Нужным Пусть использует Если Он Свои Всю Энергию Во зло Превращает Ну Пусть Пусть ради Бога Если Ему От этого Легче Но Вы знаете Во все Времена Побеждала Доброта Да Вот Смотрите Во время Войны Сплоченные Какие Люди Были Да Они Не доедали Делились Последним Сем Но Они Все Кто Мог Они Поддерживали Друг друга А у нас Вот сейчас Случись Не дай бог Та же Вторая Мировая Да Люди Совершенно Другие Потому что Воспитание Наверное Другое Не знаю Ну И я хочу Сказать Что Очень Редко Я конечно Думаю На эту Тему Но Мысли Вот такие Меня посещают Что Я Как говорится Отпускаю Всем грехи Да Пишите Плохие Комментарии Но Вы Прежде всего Делайте Плохо Себе Потому что Неоте Всегда Возвращается К вам Будьте Добрее Поверьте Мне Люди Комментарии 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 Хорошего Хорошего Настроения Здоровья Здоровья Еще раз Здоровья Ну И конечно же Легких Петелек Как же Без них Я с вами Прощаюсь Совсем Ненадолго До новых встреч До новых Видео С вами была Ирина Продолжение следует